Как сохранить то, что выращено с таким трудом вашими руками? Каждый год, он необычный, не такой, как предыдущий, это год имеет свои особенности. В этом году так сложилось в нашей стране, погода помогла, Господь Бог помог, ваши умения помогли, опыт ваш помог. Россия заявляется на 150 миллионов тонн зерна по году. Я здесь привел статистику, взял ее у Института конъюнктуры аграрного рынка. Можно видеть прирост урожайности зерновых по Южному, Центральному и Приложьему федеральным округам. Видно, что от 5 до 10 миллионов тонн по каждому из данных округов идет дополнительный прирост. При всем при этом выбрал и указал, сколько экспортируется. Если в 2021 году, например, Южный федеральный округ экспортировал своего зерна 5,2 миллиона тонн, в этом году по плану 6 миллионов тонн. Но это только по плану. В июле-авруст идет колоссальное отставание экспорта зерна. Под планами заделок порядка где-то 25%. Даже если в последующем месяце все будет быстро экспортироваться, будет отток зерна из страны, будут покупать зерно наше. И даже если мы выйдем на плановые показатели, у нас все равно суммарная дельта по трем округам – это дополнительный объем зерна, который в этом году у нас дополнительно появляется. Порядка 14 миллионов тонн зерна. Это мы говорим только про пшеницу. Если в целом по зерну, если еще и кукурузу туда добавлять, и ячню туда добавлять, это порядка 17 миллионов тонн дополнительного зерна появляется. Где хранить все это зерно, пока еще неизвестно. Почему взял именно такую тему для разговора? За последний месяц мы полностью перекроили объем производства нашего, мы остановили производство бункеров-перегрузчиков, мы сейчас производим только технику упаковочную. Технику для упаковки зерна в руках. Что еще происходит? Сильно опустились цены по сравнению с прошлым годом. Если в прошлом году третий класс, цена была, средняя цена была 16,5 рублей за килограмм, 16,5 тысяч за тонн. В этом году 11,8 тысяч. Если мы говорим про пятый класс, это вообще цифры опускаются. Я слышал уже и про 6,8 тысяч цены, по год же я в Томбовской области. Ну вот, средняя цена 7,9 тысяч. Что при этих ценах происходит в нашем случае, что происходит с маржинальностью бизнеса? Ну, с Краснодарским краем все более-менее нормально. Почему? Потому что порты рядом. Они успевают вывозить, во-первых. Во-вторых, ценник не так сильно различается между прошлым годом и этим годом. Но, даже если посмотреть на Краснодарский край, то можно увидеть, что себестоимость затраты, себестоимость зерна на гектар выросла с 52 до 62 тысяч. Выручка выросла совершенно незначительно. С 89 тысяч рублей до 90 тысяч рублей. Если мы смотрим на 100 рублей... ...девятый год. И вот с тех времен я активно занимаюсь хозяйством края. 28 тысяч рублей это маржа. ...с одного гектара. То здесь цифра уходит в общую в 4 тысячи или в 1 тысячу рублей. И это еще пока при тех уровнях курса и при тех уровнях цен, которые на сегодняшний день существуют. К объему зерна, который у меня указан здесь, 17 миллионов тонн, есть неформальные показатели. Порядка 5 миллионов тонн еще зерна заходят сюда из края. На сегодняшний день. Что делать в таких обстоятельствах? То есть, понятно, что продавать при такой цене зерно, которое выращено при тех затратах, которые мы понесли в прошлом году, продавать его по такой цене, это продавать его убыток. Это остановить свой бизнес. Семен Беревич говорил, что поставить программу обновления паркотехники на паузу. В лучшем случае, а в худшем случае вообще не забыть. Либо же нужно что-то делать. Нужно прибегать к каким-то другим вариантам. К другим вариантам уже на сегодняшний день прибегают многие. И многие обратили внимание, и сейчас, и сегодня рукавов в стране практически не найти уже. Многие начали хранить зерно в пластиковых рукавах. Закладывают зерно в пластиковые рукава для того, чтобы сохранить его до лучших времен, до лучшей цены. Что такое пластиковый рукав? Наверняка многие знают. Рукав из трехмерного полиэтилена. Верхний слой у него белый, для того, чтобы отражать солнечные лучи, чтобы рукав не грелся. Зерно в руках не грелось. Внутренний слой у рукава всегда черный, для того, чтобы не пропускать мутрофиолет. Зерно в рукав набивается под давлением, очень плотно. В межзерновом пространстве остается маленькое количество кислорода. Благодаря послеуборочному дозреванию, благодаря дыханию зерна, кислород в рукаве в течение недели, где-то 10-12 дней, в зависимости от того, какое зерно лежит, кислород из рукава полностью удаляется. Кто хранит зерно в рукавах, знает, что проблем с живностью в рукавах нет. То есть жучки, мукоет, долгоносик, все в рукаве погибает. Хранить в рукаве можно зерно сухое, хранить в рукаве можно зерно влажное, хранить можно культурой. На сегодняшний день, если раньше я не слышал о хранении рыжика в рукаве, на сегодняшний день я знаю, что рыжик тоже хранит в рукаве. Рыжик для рукавного хранения капризная культура, но есть уже такой опыт у нас в стране. А так хранят, в общем-то, все, и не только зерновые, и бобовые, и масличные, и даже свекловичный жжок хранят, и шарот хранят в рукавах. То есть все, что сыпучее, все, что можно загрузить в руках, все в рукавах хранят. Если мы говорим про сроки хранения в рукавах, здесь приведена таблица. В квадратах у нас указаны месяца, в квадратах прямоугольников указаны количество месяцев в месяцах. Все зависит от того, при какой температуре вы закладываете зерно и какой влажности зерно вы закладываете. То есть если мы говорим про пшеницу, например, влажности 18%, и закладываем ее при плюс 30%, очень осторожно можно ее дохранить до 5 месяцев. Недалеко от нас располагается группа компаний «Светлы». Они уже пятый год начинают уборку на 4 дня раньше и закладывают влажное зерно, рукавое зерно, до 18%. 16-18% они в начале уборки закладывают в рукава, без очистки, без сушки. Для того, чтобы не останавливать уборку, уборка начинает сразу полным объемом. Опыт хранения этот есть, наверняка вы тоже знаете, можете обратиться к ним за рекомендациями. Есть и другие клиенты у нас, кто хранит влажное зерно, рукава. Но до 4 месяцев они зерно это хранят. Естественно, постоянно нужно следить. Соответственно, если мы закладываем в гостовской влажности 14%, даже при плюс 30, при плюс 40 градусах его можно хранить до года. Зерно лежит в рукаве, с ним ничего не происходит. Кукуруза 18% влажности, точно так же лежит в рукавах замечательно до 4 месяцев, без изменения цвета, без появления запаха, рукав позволяет хранить. Влажное зерно, когда закладываем в рукава, кислород удаляется еще быстрее. Влажное зерно дышит интенсивно. Преимущества технологии. Мы можем сохранить зерно, качественно сохранить зерно, если мы говорим про гостовские показатели. И можем в принципе сохранить зерно, то, которое мы в буртах не выдержим, оно у нас не выдержит на неделе. Простота внедрения технологии. Это очень быстро. Это привезли технику, в течение двух дней у вас покупка, привезли технику. Подготовка площадки тоже 1-2 дня. Через 2-3 дня вы можете начинать упаковывать зерно рукава. Снижение затрат, уменьшение себестоимости. Даже на сегодняшний день, с учетом того, что сегодня стоимость рукава сильно выросла, сильно выросла из-за логистики, у нас в стране только один завод производит, пластиковые рукава, все остальные, рукава сюда приезжают из-за границы. У нас на сегодняшний день рукава плывут с трех континентов. Шеф уже засучил рукава, уже собрался строить завод по производству пластиковых рукавов, но оценки это только через полтора года, через два года, то есть там через один сезон мы сможем сами произвести. Тем не менее, рукава едут, плывут, идут. Даже сегодня при увеличенной стоимости рукава, себестоимость хранения зерна пластиковых рукавов, это где-то 60-70 копеек на килограмм. В ситуациях, когда вы можете выиграть 4, 5, 6 рублей на цене, 70 копеек на килограмм, я понял уже, Николай Васильевич, и время у меня подходит к концу. 70 копеек на килограмм ничего не имеет того значения. Не требуются какие-то специализированные площадки, хоть в поле можно закладывать, можно хранить влажное зерно, можно настроить точную сортировку зерна, можно миксовать зерна. Можно организовать раздельное хранение зерна. То, что Семен Андреевич говорил, разные сорта, разные культуры, если вы закладываете в рукава, рукава вам позволяет все хранить. Семеноводы очень любят хранить зерно в пластиковых рукавах, потому что это абсолютно раздельное хранение, нет смешивания сортов. И возможность миксования, ну, про миксование сегодня уже никто особо сильно не думает. Для того, чтобы зерно закладывать в пластиковые рукава, нужно минимум техники. Зерноупаковочная машина, нужно что-то, чем можно подавать зерно, либо это бункер-перегрузчик, либо автомобильный перегрузчик, хоть фронтальный подгрузчик, когда вы загружаете зерно, если у вас время есть, вы можете подавать зерно так, как вам это нужно, как это приятно. И, соответственно, чтобы извлекать зерно из рукава, тоже существует специальная машина. С машинами работают тракторы от 80 лошадиных сил, такой трактор в хозяйстве всегда есть. Все. Спасибо большое. Есть вопросы? А можно спросить, вот малые объемы возможны хранения в рукаве? Потому что обычно мы видим пластиковый рукав, это большая такая емкость. Во-первых, для малых объемов хранения, в принципе, у нас существует машина с нижней загрузкой, для этой машины даже бунка перекручивать не нужен. То есть у вас любой самосвал с мучковым позволяет загружать зерно через такую машину. Дальше. Рукава вы можете нарезать по вашему желанию, по вашему усмотрению. Нарезать вы их можете по 10 метров, по 15 метров. То есть, если у вас есть там 10 тонн определенного сорта семян, вы уложили в рукав, у вас будет 3,5 метра рукава, запаковали рукав с двух сторон герметично. Все зерно у вас хранится. Рукава стандартные, 60-75 метров. Дальше вы их режете как-то. А эти саратовские как-то уже показали себя рукава? Саратовские рукава себя показали. Я на самом деле про саратовские рукава три года ни одного плохого слова не слышал. В этом году очень аккуратно, я не знаю, что там произошло, я думаю, что ребята разберутся с рецептурой, может быть, с сырьем. Но в начале сезона были несколько инцидентов у наших клиентов. Дальше люди приловчились, скажем так. При закладке зерна пластика в рукав в рукав должен кинуться. Там специальная линейка есть. И растягивая по минимуму. Вот растягивая по минимуму, и зерна будет жить. Спасибо. Решки – это ясно. Больше ограбить. А техника одна и даже на полу. Техника одна и даже. Вы имеете в виду, для разных типов хранения зерна или если нужно хранить? Для загрузки в мешке. Для загрузки в мешке. Я же говорю, если у вас небольшой объем, есть машина с нижней загрузкой. Там не нужен бункер-перегрузчик. У нее свой лоток приемный внизу. Вам не нужно зерно поднимать наверх, чтобы подавать. Но у нее 100 тонн в час производительный. 100 тонн в час номинальное – это, я вам так скажу, вы в день будете закладывать 200 тонн. Вот реально, с подвозами, с отвозами и так далее. 200 тонн в день. Один рукав в день вы будете закладывать. Если вам больше не нужно, то вас вполне устраивает такая машина. Если вам нужно закладывать много, естественно, это стандартная машина с верхней загрузкой. Туда нужна дополнительная техника. То есть, чем вы будете туда закладывать. Но вы тогда сможете где-то 6 рукавов в день закладывать. 6 рукавов – это 1000-1200 тонн.